Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Телзу в Берсерии. Как вы помните, в прошлый раз на нашу Титанию напали чуваки. Мы с вами никак не можем нафармить последний предмет с этого чертова Норминского утеса или как он там. Ну да ладно. А здесь, кстати, не подземелье же, там, по-моему, отдохнуть можно было, да? Да. Ну, окей. Душу возьмем, вот эту штуку возьмем и подвинем дальше. Слушай, в теории здесь должны быть все столкновения с мертельными, но, ну, короче, никто до Оскара не тянет, видимо. О, я совсем забыл, у нас же есть дощечка. Я. Дощечка. Так, здорово было бы и в этот... В магазин зайти, но... Один ярус. Это в Южной Сторожевой башне или в Северной? А, вот же уровень 1. То есть, в принципе, мы с вами можем попробовать тогда. А, нам все равно придется... О, черт. Что за дух Макродиев? Они тут выпустили вообще все, что у них было, да? Прям по хардкору пошли, типа. Ничего себе. Ну, при полном заряде мы с вами можем неплохо так комбок офигачить. Я вот что подумал, мне обязательно сразу лапить, как только у нас есть лапка. Э! Ураганная ведьма. Но, с другой стороны, лапить сразу тоже прекрасно, потому что мы можем сделать вот так и уничтожить просто толпу врагов разом. Ну, на тебя, ураганные ведьмы. Ух ты! Как-то наш прием прям под них подходит, а? На! О! Ай-яй-яй! Нам немножко досталось? Э, кто-то там... Там кто-то очень сильно возродился или что произошло? На тебя. Ну, вообще, я совершенно не сожалею, что нам всем улучшил оружие, потому что, кажется, оно сейчас сильно помогает нам. Ну, возможно. То есть, по крайней мере, после той битвы с Оскаром, по ощущениям, уровень сложности пошел вниз. Эй, ну-ка, лапка. Лапка. Лечебная лапка. О, перебили. Хм. Да, но здесь... Уже парочка готовых. Ну, или они... Не, ну, понятно, что они слабее, чем босс, да? То есть, тут даже говорить не о чем. А, друг. Чпок. И понеслась. Ребятки, кладем его, кладем. Саа, саги, не сусмулся. Сейрей, ну, ищида, керва не лишали малахимов воли, а теперь тело. Тело меня от этого тошнит. Но все же это укладывать в их представления разуме. Им нужна лишь сила, и такой прием может выжить из малахимов все до капли. Ну, да, примерно так и есть. Черепашонок, привет. Он не очень рад нас видеть, но мы у него купим персиковое желе, виноградное желе, флаконы жизни. А флакон Динора пусть будет. Кварцевые кинжалы. Ух ты. Они сильно по атаке сильнее, чем кинжалы-кураганы. Прям... Но, блин, кинжалы-кураганы мне дороги сентиментально, если честно. Кварцевое копье. О-о-о. Шпатовый клинок, фигня. От кварцевого копье тоже нормально. Но нет. Окей, ладно, купим то, что есть. А усилить что-нибудь мы можем? Кольцо силы. Усилить кольцо силы, да. А зачем нам магия, кстати? А нам магия, наверное, не нужна. А кому нужна магия? А магия... О-о-о. Кстати, вот этому чуваку прокачаем его в колечко. И девчуле тоже. И... Ладно, так и быть, Маджилу. Хоть она мне никогда и не нравилась. Окей. Ну, а теперь, видимо, у нас с вами путь довольно-таки прямой и незатейливый. Афиболитовый клинок. Ну... Такс. Что же нам предстоит? О-о-о. Прямо вот тут, да? О-о-о. А, наши. Будьте, наверное, значит, вы все выбрались. Я ударил в грязь с лицом, иначе я бы не смог сбежать. У тебя нет лица? О-о-о. Не было так страшно. О-о-о. Теперь все хорошо, милая. Я больше не позволю им причинить тебя боль. Нас спасла Мегиса. Спасибо. Я никогда не прощуем то, что они используют детей. Вот и все. Курагана, отправляйся на дальнюю пристань. Заботься об их безопасности. Если найдешь принца и грифона, берите Ванельчу и спасайтесь. Как пожелаете. Рокуро, возьми усмиритель бури. Я сделала его из того орехалка, что вы мне дали. У тебя получилось? Я отбросил все желания и выковал его, очистив свой разум. Во всем мире нет более крепкого меча. Усмиритель бури сделан из орехалка. Я буду использовать его, как надлежит Курагана. Ага. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот, хорошо, что мы ничего не купили. Потому что сейчас кто-то получит... Ни хрена. Он не получит ни хрена. Ладно. Ну, зато народ хочет поговорить об этом. Он готов! Орехалковый клинок! Усмиритель бури! Он самый прочный из всех, что когда-либо существовали. То, что это меч совершенно уникален, видно даже невооруженным глазом. Хурагана настоящий мастер. Я потрясен! Шинкен, божий клинок, вой бури против орехалкового усмирителя бури. На это стоит посмотреть. А закончится ли это победой или бедой? Только богам известно. Камино-мидо-силитой, это такое же, да? Камино-мидо-силитой. Боги тут ни при чем. Кто выживет, а кто умрет, это будет зависеть только от мастерства. Отлично! Куда дальше-то, ребят? Вы мне скажите. Уровень 2. То есть, получается вот сюда... Ммм... Странно. И не верится мне в это, но... О, по всей видимости, да. Ха, ну ладно. Видимо, тут в глубине еще... О, принц. Принц, принц, принц. Ну, здравствуй. Смотри, вам удалось избежать плена, принц. Как и вам. Вы прекрасно избежали Артуриуса и его бойцов. Артуриус здесь? Да. Я слышал, как некоторые экзорцисты об этом упоминали. Артуриус! Хочешь умереть? Умеряй в одиночку. Прежде всего, спасаем Таиренов. Кроме того, мы почти расшифровали древнюю книгу. Я знаю. Мы спасаемся бедством с дальней пристани. Следуйте за мной. Осторожнее, принц. Таиренов, если Грифон доберется туда первым, то тебе... Хорошо. А тебе что? То мне не дадут сообщить и совершить побег через дальнюю пристань. А, то есть все, мы можем возвращаться с вами. Ну, вот, собственно говоря, по поводу бэктрекинга в игре, это одна из моих главных претензий. Который раз мы уже забредаем суда. Скажите мне, вы считали? По мне так пятый или шестой. Это не считая тех моментов, когда я вырезал. Ну, и как бы... Ну, нехорошо это. Нехорошо. Так, стоп. О, цепанули. Да. Ну, и именно этот бэктрекинг, он отбивает всякое желание изучать остальные части. Потому что уже здесь был сотню тысяч раз. И, как бы, ты думаешь, да ну нафиг. Ну, и, собственно говоря, я оказываешься прав. Арториус тоже будет использовать слияние? Не знаю. Трудно поверить на то, что глава аббаса станет так рисковать, используя прием, который может лишить его жизни, но... Репутация пастыря будет уничтожена, если он уничтожит сам себя из-за какой-то кривосоставленной формулы. С другой стороны, если риск зависит от способностей экзорциста, тогда у легатов не должно быть с этим проблем. Значит, если Арториус все-таки решится пойти на это, то он осуществит слияние с Безымянным. А разве можно использовать для слияния Империйца? Сомневаюсь, что такое под силу даже Арториусу. Еще как под силу. Иначе зачем, по-твоему, он решил пробудить Безымянного? Но ведь речь идет об Империйце. У него получится, я в этом уверена. Речь ведь идет о пастыре Арториусе. Даже если у него на пути встанет бог или дьявол, он будет непоколебим, так уж он человек. Велвет. Но это его не спасет. Он умрет от моей руки, и никакой Империйц не сможет мне помешать. Такое ощущение, что она от той битвы с Оскаром и Терезой испытала больший стресс, чем в начале от Лефицета. То есть она вроде была полна решимости, потом снова стала становиться человечнее и человечнее постепенно, и потом ее снова перекрыло после того боя. То есть как-то это немножко есть такая цикличность, и на самом деле откат назад. Ну то есть, как знаете, если человек торчал, а потом завязал, и вот он снова как бы сбился с пути. Вот примерно то же самое у него происходит сейчас. А ты стой там. Не-не-не, стой там. Мы нафиг отсюда убираемся. О, кстати. А что тогда мы убираемся пешком? Оп. Отлично. И едем-едем. А, я чувствую, сейчас в этом зале нас Арториус и поймает. Хотя звездочки-то нет. О. Айзен, у нас проблема. Враг нашел в Анальтию. Несколько вражеских кораблей сейчас направляются сюда. Немедно поднять паруса. Я рад, что мы смогли всех спасти. Ну, ребят, давайте не будем время-то тянуть. Надо валить отсюда. Тебе не сбежать, Влады Кобецкий. Бенгек, забудьте обо мне. Берите в Анальтию и спасайтесь сейчас же. Это безумие. Ты что вообще делаешь? Если я с ними не разберусь, они потопят вас издалека. Поднять якорь. Как-нибудь прорвемся. Ну, хоть ни одна сражаться будет. Есть. Только не вздумайте умереть, понятно? И сейчас мы их разложим, типа, секунд за пять. Сумасшедшая молодежь. Мы не будем умирать. Мы будем убивать. Да? Ну, то есть сейчас сил у них окажется, как у трэш-мобов. Ну, примерно так и есть. То есть, на самом деле... Бой оказывается довольно-таки стандартным боем вот с этими чуваками, которые мы уже видели. Ай! Ладно, чуть посложнее. О, вот и все. Один готов. Пока. Пока, дружок. Так. Следующий. На подходе. Вот и все. Что теперь будем делать? Отправимся на ближний присталь. Чтобы украсть корабль аббатства, как я понимаю, там будут сконцентрированы основные силы аббатства. Киллард Арториус тоже должен быть там. Тем лучше. Ну, мы до сих пор не знаем, как сражаться с Безымянным. Я же сказал, хочешь умереть, умираю в одиночку. Я не прошу тебя идти со мной. Я могу помочь. Персиваль? Не волнуйтесь, Грифон улетел. Если используете меня, как заложника, то сможете украсть корабль. Я перед вами в долгу. Но благодарности не ждите. Я и не жду. Похоже, это наш самый лучший, единственный шанс. А помните, мы недавно с вами, буквально пару секунд назад, говорили об эктрекинге? Так вот, нам надо с вами... Мы отправимся на ближнюю пристань, чтобы сбежать. Не забудь об этом. Знаю. Первое заповедь Артура, верно? Вот, теперь нам надо снова пробежать эту штуку насквозь. Ну... Ну, не знаю. То есть, я понимаю, что это уже немножко переходит по нытью, но... Сколько же можно? Причем, я недавно посмотрел... Я беспокоюсь. Об этой ситуации с заложником... Да, и о нем тоже. Но Велвет ведет себя очень странно. И с каких пор это что-то необычное? Маджилу! Ты можешь кричать на меня, это ничего не изменит. Ее жажда крови неутолима. К тому же, она контролирует себя не лучше, чем раненый зверь. Если учесть, как она себя ведет, я не уверена, что она сможет сбежать. Раньше она легко справлялась со всеми проблемами. Справится и теперь. Надеюсь на это. Но у всего есть предел. Любой клинок рано или поздно не выдерживает. Так же, как и сердце. Когда придет время, тебе нужно будет принять решение. Лучше начать думать об этом уже сейчас. Придет время. Уф. Ага. Ага. Дух был невидим. Повезло ему. Эй. Ну-ка. Давай, девчоня. И еще разок. Отлично. Как-то все очень уж легко. Не кажется вам? Или это типа награда за Оскара? Или действительно апгрейд шмоток, он прям настолько нам помог? Ну, правда, я сравниваю, опять же, да, с красными монстрами и с Оскаром. Ха-ха. Держи, друг. И тебе хана. Вот так вот. Вот так вот. Эй. 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 Вот, отлично. Следующий. На. Все. А теперь ножки, лапки и понеслась. На. Раз. Два. Три. И вот так вот добивание. Отлично. Друг. Ты. Их тут что-то много. Мне так кажется. На. 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 Вот так вот. Там кто-то на лухица, кажется, насел. Все. Сняли. О, уровни. Уровни, господа. Это прекрасно. Что ж, вот следующий присталь. Я надеюсь, нас не отправят в НАТУ теперь. Это будет вообще издевательство. Кажется, удалось оторваться от преследования. Конечно, это же Ван Эльте. Нет, не может быть. Это ужасно. Назад. Что? Мы так не можем? Я наконец-то расшифровала последнюю часть книги. Коли написанная в ней правда, то безымянный уже. А-а-а. Безымянный уже? Будь свободен. Хорошо, прорываемся к пристани. Убегайте. Это лорд Арториус. Убегайте. Сигура. Нет, постойте. Прошу вас, самое время договориться о безопасном проходе. Отойдите, ваше высочество. Все, чего хочет эта девочка перед вами. Скубить меня. Уж поверь в это. Это ловушка, уходим. Отпусти меня, я должен спасти ее. Не выйдет, мальчуган. Для меня это тоже ключ к спасению. Я не твое орудие. Я прикончу любого, кто попробует меня остановить. Даже тебя, Айзен. Ваше слияние меня не остановит. Не волнуйся, у меня припасен другой трюк. Этот меч, он из-за рехалка? Отличная работа, братец. Никогда не видел ничего подобного. Именно, прочнее меча не найдешь. Пусть он сделан из-за рехалка, но все же. Сейчас пробил. А пусть оружие с фигуры. Не будь занудой, я только начал развлекаться. Если окажешься в гуще событий, то даже тебе не поздоровится. Делветт, противостоять вилветт будет безымянный. Вот в тянате. Что? Привет, сестра. Скучала по мне? Лаффи. Лаффи. Брат вилветт? Вот значит, что он задумал. Все верно. Я Лаффи Цоткроу. А также империец безымянный. Подавитель. Нет, это безымянный. Если хочешь победить, действуй. Он ведь наш враг. Я знаю, это всего лишь еще одна иллюзия. Я поглощу всех вас. Билветт, все это время ты этим и занималась. Борясь с любыми доводами разума. Мы ему, кстати, урон не наносим вообще. Это не очень честный бой. У нас что, здесь по сюжету гибель? Благополучная. Это борьба позади. Вся твоя боль. Страдания. Это сила империца? Именно. Этот мальчик империца безымянный. Подавитель. Но как? Мы же лишили его силы. Похитив Теренов, жаль вас разочаровывать, но вы слегка опоздали. То, сколько зла поглотили Терена, никогда не имело значения. Для пробуждения безымянного были необходимы восемь разных видов зла. Алчность, тщеславие, похоть, трусость, эгоизм, одержимость. Эти шесть уже были у Безымянного, когда вам удалось забрать Теренов. Остаются... ...лишь два, которые Велвет держит в себе. Как только Безымянный получит их, то полностью пробудится. И для этого, мне даже не нужен земной пульс. Я могу поглотить их прямо сейчас. Разбежался! Да ладно, если ты так слабо, пуйди с дороги. Это все иллюзия. Мне больно, Велвет. Заткнись, заткнись! Ты хочешь убить меня, сестра? Уйди! 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 Велвет, не всегда было так тяжело. Я был таким слабым. Из-за меня у тебя были одни проблемы. Неужели поэтому... Неужели поэтому ты хотелось, чтобы я ушел? Я никогда не желала, чтобы ты ушел. Я хотела, чтобы ты жил. Был рядом со мной. Но в конце концов, я не смогла тебя защитить. Я могла лишь отомстить за тебя. Из мести я их поглощала. Я убивала. Конечно. Прости меня. Прости меня, Лафи. Тебе было больно, да? Пицца, слива, прошу тебя. Но он... Это Лафи Цет. Он... Он мой брат. Но, Элвет, я никогда не хотел, чтобы ты за меня мстила. Я имею в виду, из таких эгоистичных эмоций рождается зло. Оно создает демонов. Что? Поэтому я и хочу помочь Артуру. Мы заставим всю боль мира уйти прочь. Включай ту ненависть. То ужасное зло в тебе. Ужасное... Зло? Пробужденный, безымянный, подавит все плохие чувства. Он превратит людей в существ, свободных от греха. Вы забираете все их грехи, и при этом люди перестают быть людьми. Думаю, как раз это им и нужно. Подобно тому, как они лишают свободной воли малахимов. В этом мире не будет войн, не будет боли. Значит, все это время мы собрались забрать у людей свободу воли? Даже ты, экзорцист, позволила чувствам увести тебя с пути истинного и предала нас. Это единственный способ. Я сделаю этот мир безопасным. Им не будет демонов. Я всегда об этом мечтал. Не волнуйся, мои раны исцелятся. Как только я проглочу тебя, сестра. Что происходит? Ничего хорошего, нас проглотят живьем. Подожди, я всегда... Все, что я делала, было ради тебя. Как ты можешь поступать так... Спасибо. Это твою вину мне теперь приходится заглаживать. Ты стольким сделала больно, и все напрасно. Ты не можешь... Лафи... Белвет! Так прискорбно. Они теперь во мне. Я надую. Он отправляется в себя? Оружие должно быть не только твердым, но и гибким, иначе оно сломается. Если ты это мне, не желаешь ли его опробовать? Не, я с этим повременю. По крайней мере, до тех пор, пока вы с безымянным не закончите слияние. Пастырь Артуриус, что вы наделали? Все идет по моему плану, ваше высочество. Давайте вернемся в столицу. Это типа внутри безымянного? Опять нас группками высадят? Что произошло? Нас проглотил земной пульс. Такое ведь уже случалось с тобой раньше. В этот раз все иначе. Похоже, наш пробужденный друг, безымянный, использует в качестве вместилища землю. Теперь земной пульс стал частью его тела. Не удалось избежать его лишь потому, что я обнаружила разрыв в земном пульсе во время его... Значит, вел вет у других... Полагаю, Парья выиграл. Долго же пришлось ждать. Браво. Солон-то тебя и правда есть. О, Мельхиор, если ты здесь, должно быть это место гораздо важнее, чем кажется. Отойди. Мне нужно закрыть этот разрыв. Янфо, защищай разрыв. Если справишься, я прощу твое маленькое предательство. Сбежишь, мое проклятие будет преследовать тебя вечно. Бьем, я понял. Похоже, я только что выиграл и Парья. Если я позволю тебе закрыть разрыв, то не полчасовой выигрыш. Иллюзии на меня не подействуют. Разбитое сердце не разобьешь снова. В тот день, когда твое сердце разбилось, я прервал свой прием. Наверное, пожалел свою ученицу. Но знай, в этот раз я не стану сдерживаться. Я сотру твое сердце в порошок. И опять кто где, да? Ты очнулся. Рада, что ты в порядке. Похоже, нас затянуло в земной пульс. Ты как, Элеонор? А остальные? Я в норме, но... Убила. Убила. Я стольких убила. Мертвые. Растерзанные. Все ради него. Я убивала ради него. Но он сказал, что я ужасно. Зря. Зря. Все зря. Я не могу. Я должна убить. Умрите. Умрите. Она все время. Очнулся. Идем, мы уходим. Я должна убить их. Но безымянный твой... Это всего лишь иллюзия. Или фальшивка. Трек. Ну что, если это правда, значит, он меня предал. Она куда,私を урагировала? Думаешь, я не смогу убить предателя? Почему? Почему нет? Как думаешь, скольких я убила? Ты наблюдал за тем, как я это делала? Мне очень жаль. Белвет! Кажется, она поехала. Окончать. Нафи, пора вставать. Я же просил, прекрати называть меня Лафи. Я уже не ребенок. А чего это мы такие воршливые? Видимо, хорошо себя чувствуешь? Безымянный? Нет, другое. Это видение из прошлого? Видишь, я убил его. Это было легко. Я уже привыкла. Ладно, выбираемся отсюда. С твоей силой. Ну, давай! Мы должны найти Айзен и остальных. Быстрее, я сказала. Хватит, прекратись сейчас же. Это их нужно остановить. Верно ведь? Я убью их. Я убью их всех. Ты должна успокоиться. Ладно, я успокоюсь и прищу выход. Ты же этого хочешь, да? Как бы то ни было, надо выбираться отсюда. Пока что пойдем дальше. Ага, пожалуй. Ну, знаете что, пожалуй, на этом мы с вами и закончим. Поэтому спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомянов, Зууклики Андрея Фиолетову, Алексею Смирнову, Не тот поворот, Сергей Геймс, Рокки Больбо и Антону Цару за то, что те продолжают поддерживать канал. Ну и всем вам спасибо, что вы здесь смотрите эти прохождения. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!